Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня поговорим о спорте. Очень часто мы приглашаем сюда в студию самых различных спортсменов, которые добились уже довольно больших успехов, которые представляют городской округ Люберцы на самом, что называется, высоком уровне. Но для того, чтобы достичь высокого уровня, все начинается со школы. Причем в прямом смысле этого слова. И сегодня у нас здесь в студии Полина Хомякова, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, и Татьяна Вячеславовна Рамаданова, тренер спортивной школы Олимпийского резерва. Я правильно все назвал? Татьяна Вячеславовна, сразу скажу, что звучит так, спортивная школа Олимпийского резерва. Такое ощущение, если человек туда попадает, ребенок, он обязательно должен попасть на Олимпийские игры. Это так? Ну нет, совсем не так. Это просто школа Олимпийского резерва. Когда в школе имеются дети, достигающие высокого уровня, после этого присваивается Олимпийского резерва. И, в принципе, эти дети могут пойти дальше и добиться все-таки каких-то... Да, есть дети, которые достигают только определенных спортивных разрядов, не все достигают уровня мастера спорта или мастера спорта международного класса. Поэтому детей у нас в школу принимают любых. А с какого возраста принимают? Ну, на легкую атлетику с 9 лет принимают, поэтому... С 9 лет? А это не поздно с 9 лет? Или считается, что до 9 лет, ну, как бы, организм... Ну, нет, у нас есть и для маленьких детей группу общей физической подготовки, ну, на платном уровне, как бы, она получается, что это... А так, как бы, дети с 9 лет уже занимаются на бюджете бесплатно там, да. А что входит в школу? Ну, само понятие школы – это исключительно спортивная школа? Или они параллельно где-то учатся в обычной школе, а у вас именно занимаются спортом? Как это происходит? Учатся в обычных школах. А вторая часть дня с вами? Вторая часть с нами уже, да, по спорту. Бедные. Да, и не погулять, правильно, Полина? Даже и погулять. Да нет, если ты заинтересован в спорте, если тебе нравится, то это ничего страшного, если ты готов. Ну, иногда же в 9 лет это родителям, прежде всего, нравится привести, устроить, что будешь меня спортом заниматься, лёгкая атлетика, по телевизору посмотрела и хорошо. Как вас привели? Ну, у меня Татьяна Вячеславовна работает в школе, учитель физкультуры, и на уроке физкультуры, да, она меня заметила, говорит, не хочешь пойти на лёгкую атлетику? Мама согласилась, родители были не против. Понятно. А какая лёгкая атлетика? Как вы заметили? Это по телу как-то, по действиям, что у ребёнка есть? У меня, да, есть преимущество того, что я работаю ещё в школе, в гимназии номер 20, и поэтому мне попроще немножко, я на уроках смотрю детишек, если вижу, что... Наш человек. ...могут бежать, прыгают неплохо там, соответственно, предлагаю ребёнку, родителям, там, не хотите ли попробовать, ну, таким образом я набираю себе детей. Понятно. Скажите, Полин, ну вот вы пришли, в каком возрасте? В 9 лет. А, в 9 лет, вот, то есть всё чётко. А сейчас вам уже пока можно спрашивать вашу возрасте? Скоро будет 19. 19? Да, в 10 лет. Ну, молодец, в 10 лет, да, за 10 лет, ну, какие успехи. Мы поговорили, я сразу скажу, что речь сегодня у нас идёт о лёгкой атлетике, и Полина Хомякова вместе с тренером участвовала и участвует во многих сейчас, ну, в основном, внутренних соревнованиях, понятно почему, уже, к сожалению, это давно тянется ещё со времён всевозможных вот этих допинговых скандалов, но, тем не менее, 10 лет, что удалось добиться? Вот, и чем вы отличаетесь от той девочки 9-летнего возраста? Ой, много чем, на самом деле. Я стала чемпионкой России этой зимой в помещении на дистанции 400 метров. То есть это 400 метров вы пробежали за сколько? За 56-19. За 50? Это не лучший результат, но этого времени мне хватило, чтобы стать победителем. Я сейчас сразу вспоминаю, Татьяна Вячеславовна, когда я в школе учился, и нас заставляли 100 метровку бежать, и это было, по-моему, проще было вот эти вот круги наматывать где-то там мимо школы, где-то там можно было один круг и не заметить, и пропустить, ничего страшного. Я ещё тот спортсмен был, я волейболом занимался, мне можно было. Вот. А вы, значит, 400 на золото, получается, ну, как чемпион России. Да, да, да. А, Татьяна Вячеславовна, а кто были соперники-то? Серьёзные вот в этом зимнем первенстве? Ну, как бы, несерьёзных соперников не бывает, соперников вообще никогда нельзя недооценивать. Вы же как тренер, знаете, сразу видите, как в кино показывают. Ну, знаете, на самом деле не так всё просто. Предварительные забеги бегут в одну силу, а, допустим, финальные забеги как-то собираются и могут выложиться. Вдруг взяла и побежала. Да, тем более, что нам тоже не очень-то повезло, у нас получилось так, что Полина в предварительном забеге добежала небольшую травму получила, и нам к следующему дню нужно было ещё восстановить ногу, чтобы бежать. Хорошо, там помогли нам люди с заморозкой, и практически она бежала на заморозке. Вот сразу же отталкиваясь, заморозка – это такой для ног, ну, ноги во многих видах спорта, да, в том же футболе, например, вот, и мы видим, когда, да, больно и так далее, раз и побежала. А какие-то последствия после заморозки есть у вас, вот когда вот вы отбежали, завоевали, а потом вечером нога ноет? Конечно, ноет, но это же травма, а когда бежишь, ты вообще ничего не чувствуешь. Ну, то есть тебе ногу заморозили, и даже если бы её не заморозили, ты бежишь на эмоциях, и ты практически ничего не чувствуешь. С ума сойти? То есть, ну, это уже вот что-то такое с Древней Греции, Древнего Рима, помните, там, марафон и так далее. А марафон не бежали никогда, не пробовали? Нет, мы пробовали бежать такой марафон по лесу, но там было километров 18, это было в прошлом году где-то в июне. Это вот так, что ли, на горку, с горки? Это трейл, да, по горкам, с горки, лесной. Мы вот так вот бежали, да, попробовали. И там, я так понимаю, не специально очищенные дорожки, да? Нет, нет. Хорошо, напомню, что Полина Хомякова у нас в студии, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва, вот теперь, можно сказать смело, как это правильно называется, чемпионка зимнего или первенства России? Первенства России до 20 лет. До 20 лет, вот так. Так что мы поздравляем. А 20 лет уже совсем скоро наступит, уже будет взрослая спортсменка. Кстати, вы планируете дальше продолжать свою карьеру спортивную? Конечно, конечно, да. Это же получается, Татьяна Вячеславовна, как будто кому-то придется девочку отдавать, другому тренеру, что ли? Или вы вместе пойдете? Ну, я ей предлагала такой вариант, сменить тренера, она не хочет. М-м-м, то есть вам придется в хорошем смысле слова мучиться дальше? В принципе, да, как бы, ну, с другой стороны, это же хорошо, когда ребенок доверяет своему тренеру и не хочет переходить... Десять лет, извините. ...куда-то, к другому... Вы как член семьи, наверное, уже. Ну, наверное, да, она иногда даже мамой зовет. А вот такой вопрос, если мы берем, да, большой спорт, мы же знаем, что спорт делится на физкультуру, вот о чем я говорил. Потом спорт, ну, вот такой, когда человек еще молодой, фактически ребенок, да, там студенческие годы какие-то, ну, а потом уже принимает решение, либо идет в большой спорт, либо на этом спорт как бы превращается уже в некую такую в хобби. Велосипед, утренние пробежки и так далее, то есть семейная жизнь, а было дело. Но если говорить о большом спорте, вот когда человек, то, что я вначале говорил, все-таки планирует, да, не просто в школе Олимпийского резерва отучиться, а может быть, действительно задуматься о каких-то высоких достижениях. Все равно, что там одним тренером-то не обойдется, там уже федерация, там начинаются какие-то... Ну, она на самом деле является членом сборной России до 20 лет. А я уже про взрослых говорю, я заранее уже... Ну, на взрослый уровень там, не знаю. Там же целый состав тренерский будет, да? Ну, пока мы с этим не сталкивались, чтобы вот так вот, чтобы сказали нам, что в основном... Даже там в сборной России люди тренируются со своим тренером, там, ну, может быть, есть еще кто-то, какие-то помощники, да, у нас вот есть старший тренер по спринту сборной России. А по видам, да, каких-то? Да, да. Понятно. То есть там такое... Ну, собственно говоря, как и в других видах спорта, в том же хоккее, да, тренер вратарей отдельно, в том же футболе тренер вратарей или по каким-то другим, да, видам спорта и так далее. Вот сейчас идет чемпионат мира по легкой атлетике. Мы не участвуем, я имею в виду Российскую Федерацию, но есть возможность посмотреть. Вы следите, вот как молодая спортсменка вообще за выступлением не только молодых, да, ну, с которыми вы сталкиваетесь, да, во время соревнований, но и за самыми известными спортсменами мира? Да, конечно, очень интересно посмотреть. Так, ну и что, бывает такое? И вот это она такая, да, я лучше ее могу пробежать. Такое бывает ощущение? Нет, конечно. Да? Они тоже очень много времени вложили в то, чтобы так бежать. И, ну, и у меня результат еще не такой высокий, как хотелось бы, но я думаю, мы скоро к этому придем. А вот что для вас важно? Понятно, что подготовка, то, что тренер вкладывает, и, безусловно, и, скажем так, ну, если можно, духовная, что ли, составляющая, ну, то есть психологическая, там много аспектов, мы еще об этом поговорим. Но для вас что прежде всего, чтобы вот эти 400 метров пробежать и выиграть? Ну, как вы и сказали, просто подготавливать себя сама. Я смотрю фильмы мотивирующие, да, мне тренер советует. Просто очень часто я думаю о старте, из-за этого перегораю, и бег совсем другой. И когда ты настраиваешься перед стартом, смотришь какой-то фильм, разговариваешь с тренером, ну, даже, там, позвонил кому-нибудь из родственников, они тебя подбодрили, главное, чтобы они не сказали ничего лишнего. Ты совершенно по-другому выходишь на старт, более спокойный, более уверенный. А вот давайте мы сейчас маленький секрет узнаем, Татьяна Вячеславовна, а о чем же тогда думать? Вот я, например, даже когда самолет завтра, хотя это совсем не старт, да, но вот начинаешь думать, что вот это же какая-то немножко нестандартная ситуация, ну, чтобы не опоздать. Два будильника ставишь, вроде говоришь, надо спать, надо спать, все, надо себя успокоить. И, как правило, эта ночь, ну, да, вот, а как же спортсмену, который вот завтра стартовать? Вы говорите, не думать о старте, а о чем тогда думать? Ну, вот для этого я и нахожу какие-нибудь фильмы, советую, садись, смотри фильмы там, или вместе иногда, вот мы можем там. Ну, вот в этот раз, вот, допустим, мы были на России, и мы с ней жили вместе в одном номере. Обычно, как бы, ее с девочками там селят, я в один, а тут мы жили вместе, и она говорит, это намного лучше, когда вот я с вами живу, говорит, ну, как-то поспокойней, что ли, вот. Ну, то есть все время надежное плечо? Ну, как бы, да, во-первых, я все-таки с ней беседую, там, потом есть, если какое-то свободное время, вот я ее тут на кораблике водила, чтобы, ну, чтобы вот было ее вот чем-то развеять, чтобы она не сидела и не заморачивалась над всем, видимо, что завтра ей финал бежать, там, чтобы... То есть как будто завтра ничего и нет, но настанет момент, когда нужно будет, да, собрать все силы и так далее. Следующий вопрос, а что на старте-то, вот, вы думаете? Это же как, ну, как бы подготовка, и так, вот мне просто трудно, я к легкой атлетике всегда очень хорошо относился, но вот бег не мое, я игровик, я люблю игры, там можно где-то и пофилонить, а тут же надо бежать все 400 метров никуда, или там, уж я не говорю про, ну, длинные дистанции. Вот что на старте происходит, когда уже вот все, уже вчера были кораблики, все, отдохнувшее, все, какие мысли? Главное бежать в кайф, чтобы ты получал наслаждение от того, что ты сейчас бежишь, и все. Ну, а как, ну, вот некоторые бегут за автобусом, и явно им не в кайф. Я просто о чем говорю, ведь, ну, понятно, тело у вас подготовлено, да, а вам же еще победить надо. Вы думаете о победе, когда я бежу, или просто думаете, что я должна просто быстро пробежать? Да, я стараюсь не думать о соперницах, не стараюсь думать, что я бегу за медальку, я бегу именно для удовольствия, чтобы я бежала и ощущала себя прям в моменте. Да, это намного как-то лучше, чем думать о том, что кто-то может пробежать быстрее тебя, или там за медалькой бежать. Да, надо отбегать, поймать кайф. Ну да, получается, да, если за медалькой... Понимаете, вот если поймаете кайф вы отбега, тогда будет совсем вот другое. Нужно поймать вот этот момент, когда ты не бежишь для кого-то или для чего-то, а когда ты бежишь, чтобы вот получить удовольствие просто от того, что ты делаешь. Ну вот сейчас мы как раз сделаем паузу, и удовольствие – это удовольствие, но есть еще и школа во всех смыслах этого слова, потому что мы даже сегодня некоторые секреты услышали, а во второй части поговорим о школе, как идет подготовка, какие вообще существуют соревнования, тем более перед нами десятилетняя участница этого не просто эксперимента, а действительно реалистичного такого процесса. Напомню, что в студии у нас воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва, лёгкой атлетики, отделения, или как это правильно называется? Отделения лёгкой атлетики. Вот видите, как я угадал. Вот городского округа Люберцы Полина Хомякова и её тренер Татьяна Вячеславовна Рамаданова. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва по отделению лёгкой атлетики Полина Хомякова и её тренер Татьяна Вячеславовна Рамаданова, которая, как мы выяснили, ещё и тренер, вернее, преподаватель, учитель физкультуры в школе. Опять же, прекрасно помню, что всегда учитель физкультуры – это какая-то особая профессия. Мы их как только ни называли. Кого-то по отчеству, у кого-то по фамилии. Ну, клички у кого-то были. В моей жизни было много учителей физкультуры, в том числе и в вузах. И вот эта великая фраза «физкультурник», да, или там, ну, разные версии. Вот всегда ощущение, что учитель физкультуры считает, что его профессия первая. Ну, наверное, любой учитель считает, что его предмет самый главный. Вот в чём отличие учителя физкультуры и тренера? Ну, учитель, дело в том, что когда ты работаешь учителем, да, ты же берёшь детей из первого класса, у тебя задача состоит в том, чтобы научить детей правильно там бегать, правильно играть, научить азам каких-то элементарных вот вещей. Просто чтобы ребёнок хотя бы в жизни умел что-то сделать, там, перелезть через забор через тот же. Ну, да. Знаете, тоже не все могут перелезть через забор. Благодаря всё-таки укреплению мышц. Ну, чтобы бруси не боялся, да. Да, там, на том же турнике, там, подтянуться, там, девочкам, ну, там, не знаю, там, пусть отжаться, там, что-то дает. У нас многие девочки умеют подтягиваться даже лучше мальчиков. Вот у меня в школе. Мне вообще кажется, что девочки-то посильнее стали, чем мальчики. Девочки более так вот. Потом вот я же в школе ещё веду секцию волейбола тоже, там, где Полина тоже занималась у меня и волейболом. Так мы с вами коллеги. Поэтому... Как сейчас помню, давали такой тяжёлый мяч, набитый, как он называется, ну, в такой... Набивной мяч. Да-да-да-да, он как тыква, очень тяжёлый. И вот его надо было вокруг себя, потом мяч вокруг себя мы крутили. Вот, и, кстати, благодаря волейболу-то у меня за одно лето рост-то удвоился сразу. Так что это я точно запомню. Ну, что тут Полинки с ростом. А, кстати, Полин, скажите, вот в каждом виде спорта мы, ну, можем, да, спортсмены немножко понимать, из какого вида он спорта. Баскетболист сразу видно, да? Футболист по кривым ногам сразу видно, да? Вот. А легкоатлет? У легкоатлетов такое телосложение, оно, я не знаю, подходит под все виды спорта, потому что ты выполняешь практически всю работу, которую делают в других видах спорта. То есть как бы идеальное для спорта, да? Да, практически идеальное. То, что Боженька нам дал, да? Ну, тоже у легкоатлетов есть, немножко тоже разделяется. Знаете, прыгуны, они тоже отличаются. Допустим, прыгуны в длину, высоту, они немножко тоже отличаются от бегунов. Потому что надо так оттолкнуться, чтобы ноги уже там, а тело... Так же, как и метатели. Метатели молота, метатели всего, что у них. Но ведь, опять же, мы прекрасно понимаем, и тут даже история, да, к нам подходит. Опять же, Древняя Греция, это же все оттуда началось. До сих пор, когда Олимпийские игры объявляются, у нас зажигается огонь. Не где-нибудь, а в Греции. Полин, какие были последние соревнования? Ну, вот мы про зимние поговорили. А вот что сейчас? Потому что мы находимся в летнем таком периоде. Все люди немножко расслабились. Даже наш эфир сегодня такой веселый. Потому что что скучать-то со спортсменами, правильно? Тем более у нас победительница зимних выступлений. Тем более, когда легкая атлетика зимой, это особенно приятно. А сейчас лето. Это как бы ваш, я не знаю, ну, стопроцентный ваш период. Отдыха нет, работа, да? Да, в основном мы тренируемся. Конечно, дни отдыха есть, но все-таки больше я уделяю времени тренировкам. Ну, еще в этом году я сдавала экзамены ЕГЭ и очень сильно повлияла на подготовку. Потому что весь июнь у нас практически весь был в одних тренировках, ну, типа тренировку один раз в день. Если в основном мы готовимся к соревнованиям, у нас по два раза в день тренировки, то Татьяна Вячеславовна сидит на экзамене, мы не можем сделать тренировку два раза в день. То я на экзамене. И психологически тоже очень тяжело было. Ну вот, а сейчас мы только начинаем набирать форму, начинаем готовиться. Когда все пытаются хоть каким-то способом до какой-то воды добраться, кто до речки, кто до озера, кто до моря, вы о спорте думаете. Вот молодец там. А что осенью, Татьяна Вячеславовна, будут какие-то соревнования? У нас не осень, у нас через две недели чемпионат России. Так, до 20 лет опять же. Нет, это уже чемпионат России, где взрослые и все звезды мирового уровня тоже из России участвуют. Они все сгруппировались, все будут. Они все находятся здесь. Потом в субботу у нас будут тоже соревнования на стадионе Герлоконтион. Там тоже будут сильнейшие бегуны и прыгуны. Я так понимаю, что самое главное сейчас чемпионат России, правильно? Ну, сейчас вот стоит чемпионат России. И что, вот вы подаете заявку, как это происходит, как идет участие, заявка в участии, и что для этого делается? Ну, ничего, мы вот подали заявку, что мы будем участвовать на этом чемпионатке России. Взбеги, да? Да. Опять на 400. Вносят в заявку, и все, и мы принимаем участие. А дальше по ее результату смотрит, попадает она в эстафетную команду или не попадает. Пробегает по результату, чтобы попасть в команду эстафетную, значит, бежит эстафету. Ага, то есть это у нас еще эстафетная история. Да, у нас еще эстафетный бег, и мы этим летом, на своей России до 20 лет, они стали по 400 серебряными призерами, а на России до 23 лет они стали победителями в эстафете 4 по 400. А вот это, кстати, Полин, одно дело, когда сама бежишь, все радости и горести – это мои, да? Вот только тренер может так. Тренер же всегда знает, когда, ну, тут понятно, где-то, может, и не скажет, потому что спортсменка все равно сама знает. А когда ты еще от кого-то зависишь, как вот это в коллективе? У меня получается так, что я больше переживаю, когда я бегу эстафету. Ну, конечно же, ты бежишь за команду, ты там стараешься за свою область. И результат лучше, чем когда я бегу сама за себя. Сама за себя бежишь, думаешь, блин, ну, не получается, побыстрее не получается. Ну, не смогла, да, сегодня, не получилось. А когда бежишь за команду, ты думаешь, блин, а надо привести отрыв девочке, чтобы она потом бежала и не беспокоилась о том, что я кто-то может догнать и обогнать. А где лучше, первый бежать, потому что, ну, даже если все плохо, то еще целых три, да, есть варианта, либо последний. Нас вообще распределяют по времени. Никогда мы сами не выбираем, где мы бежим. Первый и последний бегут сильнейшие девочки. И второй, третий бегут девочки, которые... Которые пока не бегут первыми и последними, да? Которые пока не показывают результата лучше, чем у первых двух. А тут же еще надо, вы передаете, да, эту палочку? Да, конечно. А если палочка упала? Виноват тот, кто передавал. Вот. А не тот, кто принимал. Тоже хорошо, тоже есть сразу. Вот мне нравится, что в спорте всегда расписано, кто виновный и так далее. Нет, но все равно палочку передать тоже, они же не просто там, они же тренируются для этой передачи еще. Надо уже на скорости передать. Командный вид, вот это как командный вид спорта, да, получается. У вас хорошие отношения? Или тут спорты ничего личного? Нет, я люблю командные соревнования, да. Татьяна Вячеславовна, а как команду сделать тренеру? Это же надо подобрать, это же надо, чтобы они друг друга понимали. Одно дело с одной спортсменкой, а другое дело сразу с несколькой. В Московской области там уже дети бегут от разных тренеров. Тут уже нет такого, тут уже со всей Московской области за лучших собирают в команду. Поэтому дальше там назначают. То есть получается, значит, тут в одном виде спорта они конкурентки, а потом они... Да, а потом они становятся одной командой. Где за себя бегут, это конкуренция. А тут уже дальше, да, получается, команда. Причем, ну, девочки, в принципе, вот они уже не первый раз себе бегают, они уже так... То есть уже сложился квартет, да? Ну, да, у них практически уже... Хорошо. Татьяна Вячеславовна, вернемся к школе. Вот с 9 лет, и как мы выяснили, вот Полина уже 10 лет находится в этой школе. И фактически скоро, видимо, уже финал будет, да, с точки зрения расставания, да, уже будет висеть красивая фотография, наверное, где-то. Ну, нет, почему? У нас могут они заниматься. Она мастер спорта, поэтому она может продолжать тренироваться в этой школе. Она будет числиться, пока не скажет, все, до свидания, мне надоело. Да, ну, очень хорошо, это очень хорошо, то есть не будет слез пока расставания. Я про тех, кто вот только сегодня приходит, что сейчас, как, потому что сейчас смотрят нашу программу, ну, родители, да, которые хотят, может быть, увидев такие успехи, мечтая о своих замечательных легкоатлетках или легкоатлетах, вот, как происходит набор, куда приходить, и как вообще процесс этот происходит. Не тяжело будет ребенку одновременно и учиться, и заниматься спортом? Ну, в принципе, очень многие родители у нас приходят, кто хочет отдать, там, спрашивают, вот, мы бы хотели там записать ребенка, да. Мы берем ребенка, проводим небольшое тестирование, смотрим, насколько там ребенок подготовлен, там. Ну, и после этого мы там говорим, да, там, у нас же много тренеров работают, и какому-нибудь тренеру, там, у кого, допустим, или кто-то группу новую набирает, там, ребенка зачисляют, или у кого-то, может, не хватает людей в группе, там, тот тренер берет, там. Я стараюсь из своей школы брать детей, я, конечно, беру из других школ, у меня есть несколько детей, которые занимаются, учатся не в моей школе. Ну, когда, видишь, уже талантливый, чего же не взять-то, правильно? Ну, да, когда, просто попроще, когда в своей школе, тем, что пропустил тренировку, я на следующий день поймаю, спрашиваю, у тебя чего не было на тренировке? Да, то есть от вас и в школе теперь не убежишь, и в этой школе. И не спрячешься, да. А когда в другой школе, это надо будет, значит, родителям позвонить, там, узнать, что и как, а тут попроще. Поймал, спросил, почему не был. Хорошо. Полин, еще такой вопрос. Ну, мы понимаем, что для легкоатлета это же главное, ну, дыхалка, говоря, простым таким, да, тем более мы все сейчас во время вот пандемии легкие, это было самое, что, не на есть главная тема. Вот, скажите, я так понимаю, что у вас, наверное, легкие, ну, просто супер, да, разработаны? Конечно. Это же специальные упражнения там. Специальных упражнений нет, но есть тренировки, кроссы, кроссовая подготовка. Мы бегаем в лесу, в Лыткарина. По лыжной трассе 10 километров, 8, даже как-то бегали 15. И, ну, конечно, легкие разрабатываются. То есть убежать вы всегда сумеете? Конечно. Если что. Кроме этого, у нее существуют еще сборы, где они уезжают, там, в Кисловодске, там, в Высокогорье все-таки. Ну, да, то есть еще меняются. Я почему этот вопрос задаю? Потому что ведь многие люди, прожив практически всю свою жизнь, так и не познали свое тело, да. Они не знают, что у них голова не крутится, как должна крутиться, что они никогда не видели, что такое кубики, да, даже там в молодости и так далее. И они иногда даже не знают, что, может быть, бы и жизнь их была бы проще, если бы они немножечко, ну, те возможности, которые даны природой, попытались реализовать. Вот у Вас когда произошло это ощущение, что вот я другая стала? Вот была просто девочкой такой, а потом стала вдруг вот спортсменкой? Ну, во-первых, я занимаюсь с детства спортом, меня мама с трех лет водила на гимнастику, на танцы, и, ну, с детства я всегда чувствовала, что я, ну, сильнее, чем другие ребята. Всегда знала, да. То есть развитый ребенок. Да. Да. Все зависит от родителей. Главное, чтобы родители этим были заинтересованы, чтобы их ребенок ходил в какие-то секции, ну, и дальше он сам выберет, куда он захочет. Ну, я так понимаю, да, сейчас вопрос тренеру, что это не только для спорта хорошо, это для общего развития, да, по-другому человек думает, верно? Конечно. У них же совсем по-другому, вот вообще у спортсменов, у них режим дня по-другому состоит. Ей некогда, вот она, куда там свободное время идти, у нее нет этого свободного времени, чтобы пойти там где-то по улице погулять, непонятно чем позаниматься там или что-то еще. У нее учеба, тренировка, сон, а то две тренировки в день, а после тренировки, если когда-то две тренировки, надо отдохнуть. И, наверное, еще калории надо считать, да. Ну, и спортивное питание тоже тут как бы зависит. Да, спортивное питание, да. Ну, к сожалению, время нашей программы подходит к завершению. Мы хотим пожелать, чтобы этот летний период у вас прошел хорошо, чтобы сейчас на ближайшем чемпионате России вам удалось там заявить о себе. Вот, вижу, что в глазах, не у каждого спортсмена в глазах огонь горит, да. Иногда даже у тренера не горит, а у спортсмена горит. А здесь у нас и у тренера, и у спортсмена горят глаза. И я уверен, что с такими глазами вы добьетесь больших успехов. И до встречи после очередного чемпионства. Спасибо большое. Напомню, что в студии у нас были воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва в отделении легкой атлетики Полина Хомякова и ее тренер, и учительница физкультуры Татьяна Вячеславовна Рамаданова. Это была программа «Открытый диалог». Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова